Наш иммунитет – это защита организма от микробов и вирусов. Каким он будет, зависит от нескольких факторов – генетика, медицина, окружающая среда и образ жизни. В конце зимы и начале весны в человеческом организме активизируются все процессы. К весне, когда будет высокая солнечная активность, удлиниться день – это, в общем-то, стресс для организма. И нужно адаптироваться к весне. Для того, чтобы адаптироваться, нужно нормализовать свой день. Обязательно уделять значительное количество сну, не меньше 8 часов, стараться, по крайней мере, питанию, чтобы питание было сбалансированным. За зиму мы теряем большое количество витаминов, которые необходимо восстанавливать, чтобы укрепить организм. Поэтому врачи советуют включить в свой рацион фрукты и витамины в таблетках. Также немаловажную роль играет личная гигиена – мытье рук. Ну и чистота в доме. Надо чаще делать влажную уборку. Мы решили выяснить, как обычные люди подходят в защите своего организма. Предпочитают народные средства или все же прислушиваются к рекомендациям врачей. Витамины ежедневные и спорт. Витаминчики пьем. Витамины ем. Прогулки на воздухе. Встаю с утра и пью йогурт. Витамины, цитрусы, зарядку делать с утра. Ем и общие фрукты, гуляем больше. Я думаю, самый подходящий вариант – это принимать витамины. Витамины С, Е, Д. Вот это я и делаю. Весна – период обострения хронических заболеваний. Если у человека есть таковые, необходимо, не откладывая на потом, обращаться к врачу, чтобы провести предварительное лечение. То же самое касается и аллергиков. Опыт жизни заставляет людей следовать тому образу жизни, который позволяет избежать болезни и раннюю смерть. Так сказал Гиппократ. А мы, Юлия Погосяна и Евгений Петров, желаем вам здоровья. Видны ТВ.